Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из поучений Святаго Иоанна Златоустого на книгу «Деяния апостольских». Не будем же искать жизни роскошной и изнеженной. В этом двоякое зло. Делаются слабыми и негодными ни на что разве только на зло. Нет ничего бесполезнее человека, который проводит все время бездействие и роскоши. «Муж неиспытанный, говорит Писание, неискусен» – Сирахам 37.30. Неискусен не только в этих подвигах, но и во всем прочем. Бездействие бесполезно, и в самых удовольствиях всего труднее получать удовольствие, так как они производят пресыщение. Удовольствие от кушаний и от бездействия отнюдь не таково, как кажется, но все это кратковременно и скоро приходящее. Не будем же заботиться о такой жизни. Если мы посмотрим, кто приятнее проводит время, трудящийся ли и живущий в бедности или придающийся роскоши, то и найдем, что первое. Во-первых, самое тело последнего изнеженной расслаблено, потом телесные чувства его не в здравом состоянии, но слабые и безжизненные. И без этого нет и приятного ощущения здоровья. Какой конь бывает полезнее? Уточняемый бездействие или употребляемый на работу? Какой корабль? Плавающий или стоящий без движения? Какая вода текучая или стоячая? Какое железо, употребляемое в дело или неупотребляемое? То блестит и уподобляется серебру, а это покрывается ржавчиной и остается бесполезным и даже теряет часть вещества своего. Нечто подобное происходит и в празднолюбивой душе. Как бы ржавчина покрывает ее, истребляет ее светлость и все прочее. Чем же можно уничтожить эту ржавчину? Оселкам скорбей. Он делает душу полезную, способную на все. Скажи мне, может ли она посекать страсти, когда острие ее притупилось и гнется, как олова? Может ли наносить раны дьяволу? И кому может быть приятен человек, уточняющий плоть свою и движущийся наподобие тюленя? Говорю это не о тех, которые таковы по природе, но о тех, которые уточняют твое тело свою роскочью, будучи по природе не тучны. Зашло солнце, разлило повсюду светлые лучи свои и пробудило всех на делаях. Земледелец выходит, взяв заступ. Ковач Меди берет молот, каждый ремесленник, свойственное ему орудие, и все принимаются за свое дело. Жена берет пряжу или ткань, а он, как свинья, с раннего утра заботится о насыщении своего чрева, думая, как бы приготовить роскошную трапезу. Подлинно, насыщаться с раннего утра свойственно только бессловесным животным, которые ни к чему не годны, как только на заклание. Но и из них, служащие к переноске тяжести и способные к труду после ночи, также принимаются за дело. А он, восставшись в ложе, когда солнце уже зарило всю площадь, и когда все уже довольно потрудились над своими делами, поднимается, подтягиваясь, поистине, как откормленная свинья, потеряв лучшую часть дня во мраке сна. А он долгое время сидит на постели, часто будучи не в состоянии держаться от вчерашнего пьянения, и проводит в этом большую часть утра. Затем украшает себе и выходит воплощенное безобразие, не имея в себе ничего человеческого, но совершенный зверь в образе человека. Глаза заплыли, уста издают словонья вина, а бедная душа, как бы поврежденная на одре болезни от неумеренно принятого множества язд, влачит бремя плоти, как слон. После того, дошедший до места, садится и начинает говорить и делать так, что лучше бы ему еще спать, нежели бодрствовать. Если ему скажут что-нибудь неприятное, то он бывает чувствительнее всякой девицы, если же приятное, то легкомысленнее всякого детяти. Между тем, в лице его беспрестанно искажается зевотою. Он готов подчиниться всем желающим сделать зло, если не людям, то страстям. Им легко владевает и гнев, и похоть, и зависть, и все. Все ему льстят, все услуживают, еще более расслабляя его душу, и каждый день он получает какие-либо превращения в свои болезни. Если он впадает в затруднительные обстоятельства, то обращается в прах и пепел. И шелковые одежды не приносят ему никакой пользы. Это сказано нами не напрасно, но с целью научить, чтобы никто не жил в праздности и бездействии. Праздности роскошь не годны ни к чему, а только служат для тщеславия и удовольствия. Как всем не презирать такого человека, и домашним, и друзьям, и родным? Не справедливо ли кто-либо скажет, что он бремя земли и напрасно родился в мир? Или лучше, не напрасно, но на свою голову, на погибель свою и ковреду других? И посмотрим, что приятного в такой жизни, где стремятся к праздности и недеятельности? Что может быть неприятнее человека, не знающего, что делать? Что постыднее его, что жалче? Не хуже ли тысячи уз постоянно зевать, сидя на площади, взирая на проходящих? Душа по природе своей имеет нужду в движении и не терпит спокойствия. Бог сотворил ее существом деятельным, и потому деятельность свойственна ее природе, а бездейственно противна ее природе. Не будем указывать на больных, но возьмем в доказательство самый опыт. Нет ничего постыднее праздности и бездействия, потому Бог и поставил нас в необходимость трудиться. Бездействие вредит всему и даже телесным членам. Если глаз, или уста, или желудок, или какой угодно член не исполняет своего дела, то впадает в крайнюю болезнь. Но ничто так не терпит этого, как душа. Впрочем, как праздность есть зло, так и ненадлежащая деятельность. Подобно тому, как если бы кто не стал есть ничего, то повредил бы свои зубы. И если бы стал есть ненадлежащее, то произвел бы в них оскомину. Так точно и здесь. Если не делают ничего или делают, чего не должно, то теряют свою силу. Потому постараемся избегать того и другого, и праздности, и такой деятельности, которая хуже праздности. Какая же это деятельность? Любостяжание, гнев, зависть и прочие страсти. Относительно таковых будем стремиться к бездействию, чтобы нам получить обетованные на благо. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, С которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Спасибо.